Погружением предшествуют занятия на суше, и если инвалид стремится получить сертификат дайвера, ему необходимо научиться делать самому все по максимуму, в том числе одеть гидрокостюм. Помогать инструктор имеет право только в том, что инвалид сам не может сделать. В открытое море для погружения и отработки упражнений на открытой воде вышли 4 пара дайвера со своими инструкторами и 2 новых инструктора, специально прибывших из Воронежа и Хантамансийска, чтобы получить сертификаты на право работать на воде и под водой с инвалидами. Этот семинар у нас второй, первый мы проводили в 2011 году, и тоже Бранко приезжал для того, чтобы сертифицировать наших инструкторов для работы с инвалидами, специализацию, чтобы они получили. Сейчас мы растем и ширимся, сейчас из городов и весей приезжают люди для того, чтобы каким-то образом присоединиться к этому движению. Анапский дайв-клуб «Акваглобус» единственный в России, где проходят международную сертификацию парадайверы и инструкторы по парадайвингу. Мы просто вот гордимся, и нашим инструкторам просто низкий поклон, что они такой трудный труд, потому что люди с большим сердцем только могут этим заниматься, вкладывают в этих людей, и видишь продукт уже, можно сказать, готовый, да, когда они готовые дайверы, такие же, как мы, и мы, даже смотришь в воде, они же без ласт, вот, и когда съемки подводные смотришь, даже не различишь. Вместе с парадайверами погружался Бранк Равнак, президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов. Я очень впечатлен, хотя условия не очень хорошие сегодня, плохая видимость в воде и волнения, ребята отныряли очень хорошо, видно, что инструктора провели большую работу, все слажено. В общем, то, что мы на Черном море, и инвалиды ныряют, все великолепно. Из ветеранов парадайвинга погружался напчанин Никита Ванков. В апреле этого года делегация парадайверов в Словении с Бранко Равнаком во главе и наш земляк Никита Ванков побывали в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Их интересовали нагрузки, которые выносят космонавты и чувство невесомости в воздухе по сравнению с невесомостью тела в воде. Узнав, каких результатов добился Никита с диагнозом квадроплексии, то есть паралич рук и ног, Роскосмос наградил его медалью первого космонавта Юрия Гагарина. Никита стал примером для многих мужества и целеустремленности воли к победе над собой и недугом. Сегодня мы выходили на открытую воду с новыми ребятами, которые обучаются. Делали они разные упражнения, и у них все хорошо получилось. Впечатления просто не передать. Мне настолько нравится все это, что готов хоть каждый день по несколько раз заныривать. Данилка очень многое дает мне, как и социальную адаптацию, так и реабилитацию по моему здоровью.